27 и 28 апреля текущего года комиссия Министерства здравоохранения проводила мониторинг 12 организаций Орши и района. Системная работа по вопросам развития здравоохранения в регионе ведётся постоянно. Результаты комплекса мероприятий нашли отражение в некоторых положительных показателях. В комиссии Минздрава отметены значительные нарушения, которые требуют всестороннего обсуждения и более действенных интервенций по исполнению нормативно-правовых актов, постановлений и поручений Министерства здравоохранения, в том числе доведения до исполнителей и контроля за исполнением. Хотелось бы сегодня составить конструктивный разговор по наиболее актуальным вопросам, какие меры принимаются по улучшению домографической ситуации в районе, а она пока имеет негативный характер, по изменению ситуации социально значимыми заболеваниями, как руководители всех уровней видят степень и эффективность его участия в улучшении работы учреждений здравоохранения. Насколько эффективно мы используем такой инструмент, как проблемная комиссия, дни главного врача, коллегии, лечебно-контрольные советы, медсоветы, то есть основные наши организационные формы. Какое влияние оказывают на систему здравоохранения в регионах внештатные и штатные специалисты управления здравоохранения обл. исполкома? В какой форме должна оказываться организационно-методическая помощь? И если используемые сегодня формы неприемлемы для вас или они слабоэффективны, то тоже прошу в этой части активно дискутировать. Справка о выявленных недостатках была направлена в Витебское управление здравоохранения и, в принципе, должна была быть рассмотрена до коллегии Минздрава, а имеющиеся недостатки по возможности устранены. Но, к сожалению, такого не произошло. Проект коллегии подготовлен. С учетом настоящего обсуждения он будет доработан и направлен в ваш адрес. Сразу скажу, что с момента проведения предыдущих мониторингов, как уже отметил Валерий Анатольевич, организация медицинской помощи жителям Оршанского района, по итогам работы в 2016 году отмечены положительные изменения. Но вместе с этим в полной мере все-таки тот административный ресурс, который вы имеете, он, собственно говоря, не реализован. Прежде всего это касается расстановки приоритетных мер по снижению смертности населения от основных социально значимых заболеваний, и прежде всего от БСК, онкологических заболеваний, нарушений мозгового кровообращения, диспансеризации, оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, завершения строительства больницы, организационно-методической работы, санитарного благополучия. Коршанский район – это самый густонаселенный район в области, численность 175,5 тысяч человек. В городе Орше проживает 115,9 тысяч человек, доля сельского населения 15%, трудоспособного возраста 56,6, моложе трудоспособного 15,4 и старше трудоспособного 28%. Обыль населения в Оршанском районе за последние три года остается стабильно высокой, значительно превышая обыль населения по республике в целом. По итогам прошлого года она составила по району минус 3,7, по городу минус 2,2, по республике минус 0,2. Слагающими обыль населения Оршанского района являются как высокая смертность населения, так и низкая рождаемость. Смертность населения района в прошлом году выше среднереспубликанских значений на 11%. Рождаемость ниже на 16,9. За последние три года можно отметить тенденцию по снижению смертности лиц трудоспособного возраста, и это очень радует, но показатели смертности остаются все же выше среднереспубликанских. 4,3 и 3,9 по республике соответственно. При этом, если за 2016 год общие показатели смертности населения естественной обыли были ниже, чем в 2015 году, то за первый квартал 2017 года демографические показатели Оршанского района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ухудшились. Рождаемость снизилась на 7,5%. Смертность выросла на 6,9%. Естественно, обыль населения составила минус 202 человека. Структура смертности населения в районе отличается как по стране, так и по регионам, прежде всего потому, что на втором месте после БСК находится такая причина, как старость. В 2016 году в сравнении с 2015 годом показатель смертности населения по причине старость вырос на 9,8%. 2,36 против 2,15. Аналогичная ситуация по данным Белстата и по первому кварталу текущего года. При этом показатель ожидаемой продолжительности жизни, обращаю ваше внимание на это, 73,3 года. Даже с учетом 28% пожилых в структуре населения должна быть корреляция между данным показателем и показателем смертности населения от старости, а также ожидаемой продолжительностью жизни. Комиссии при анализе медицинских документов, умерших от причины старость, те истории болезни, которые предоставили, и медицинскую документацию в целом, установлено наличие у пациентов хронических заболеваний ОНМК, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, онкозаболевания, которые могли стать причиной смерти. На эту тему, уважаемые коллеги, мы неоднократно говорили на коллегиях Минздрава, в том числе на апрельской коллегии по демографии. Мы провели совещание с Белстатом, совместно отрабатывали правильность кодировки основной причины смерти. К сожалению, ситуация в Аршанском районе не меняется. Значит, Витебскому управлению здравоохранения, совместно с кафедрой организации здравоохранения Витебского университета, необходимо выехать в район и провести детальный разбор причин на месте. С анализом медицинской документации, с учебой специалистов по кодированию основных причин смерти. Почему это важно? Да потому, что картина демографической ситуации в районе определяет дальнейшую тактику от определения первоочередных задач до распределения ресурсов. Что касается сети организации здравоохранения Аршанского района, она достаточно развернута и позволяет оказывать качественную медицинскую помощь. Функционирует три межрайонных центра, шесть специализированных межрайонных отделений, межрайонная лаборатория и сирологической диагностики инфекционных заболеваний. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений рассчитана приблизительно на 3,5 посещений в смену. Количество коечного фонда составляет 1120 коек круглосуточного пребывания. Обеспеченность койками на тысячу населения 6,55 при областном показателе 9,02. Укомплектованность с кадрами по занятым должностям 100%, по физическим лицам, по врачам 72%. Коэффициент совместительства выше, чем в республике, 1,5% по врачам и 1,09% по медицинским сестрам. Потребность во врачах 34 человека. В текущем году придет 31 молодой специалист. И именно от администрации, от органов местной власти будет зависеть, закрепятся эти специалисты или нет. То есть необходимо создать все условия для их закрепления. Уровень квалификации специалистов и у медицинских сестер, и у врачей, он приблизительно одинаков и достаточно высокий, 76,5%. Также позволяет организовать работу качественно и эффективно. Обеспеченность бригадами скорой медицинской помощи составляет одна бригада на 10 845 жителей, показатель 1 и 11. Таким образом, ресурсный потенциал в Оршанском районе достаточный. Татьяна Мигаль отметила на коллегии не только положительные моменты, но и отрицательные. Так, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь назвала проблемой номер один в регионе высокий уровень смертности от болезней системы кровообращения. Также Татьяна Федоровна отметила, в городе Орша и районе необходимо обеспечить качество и доступность медицинской помощи. Вы все слышали выступление главы государства, который сказал, что Оршанский регион должен быть примером для других регионов. Поэтому в Оршанском регионе создается материально-техническая база. По поручениям главы государства будет в этом году окончено строительство Оршанской больницы. Практически будут созданы все необходимые условия для того, чтобы на базе города Орша, Оршанской больницы, работали все межрайонные центры, которые оказывали специализированную помощь не только жителям Оршанского района, но и Дубровна, и Толочинского района. Помимо этого, все больницы, участковые и врачебные амбулатории будут приведены, оснащены соответствующим оборудованием, которое обеспечит оказание помощи согласно уровню оказания медицинской помощи. Кадровый потенциал в полном объеме подготовлен в Оршанском регионе для того, чтобы в то оборудование, которое будет поставлено, были обеспечены все необходимые медицинские технологии. И показатели, которые сегодня мы имеем в плане реализации программы здоровья новорода и демографической безопасности, они, естественно, будут поддерживаться на таком уровне. Следует сказать, что по этому году мы практически имеем выполнение целевых показателей данной программы по итогам 2020 года. На выездном заседании состоялся предметный разговор с представителями медицинского сообщества по вопросам повышения качества и доступности медицинской помощи. Заслушаны рекомендации специалистов Минздрава. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития медицины и строительству в Орше больнице. Галина Башкова, Алексей Цибульский из Оршанского райисполкома.